За ходом голосования в Хабаровском крае в режиме онлайн следят 60 волонтеров. Посменно. Раньше посмотреть трансляцию с участков мог любой желающий. В этом году впервые организован центр наблюдения, где работают добровольцы. Как уследить за сотнями участков в репортаже Ульяны Крамаренко? А большим братом чувствуете себя? Вот это да. Студент Тихоокеанского государственного университета Антон Степанов за ходом голосования наблюдает впервые. На 451 участок сегодня одновременно 15 волонтеров смотрят в оба. Чтобы ничего не пропустить, Антон Степанов придумал собственную методику. На каждый участок не более двух минут. Конечно, есть человеческий фактор, но мне кажется, с той стороны экрана тоже может быть человеческий фактор. Ему может просто не повезти. И он в этот момент будет как раз-таки на камерах. Все, на что обратили внимание, помечают на листочке и передают в штаб. За два дня работы в центрах, говорят наблюдатели, серьезных нарушений не увидели. Максимум объектив камеры чем-то закрыт или кабинка вне зоны видимости. Такие нарушения устраняют по звонку. Они должны быть под объективами камер. Чтобы мы могли убедиться, что члены участковых избирательных комиссий не заходят в эти кабинки вместе с избирателями. Допустим, и не ставят галочки за них и так далее. Из-за этого должно быть наблюдение. Волонтеры-наблюдатели остаются в центре весь день голосования. С восьми до восьми. Сделать перерыв на обед и на отдых каждый может, когда захочет. Смена всегда на готове. В процессе мы сейчас можем наблюдать порядка 15 человек в помещении. Но пришли, ушли и, соответственно, 25 человек. У всех по своему графику. Кто-то работает на протяжении всего дня с перерывом на час обеда. Кто-то работает по своей возможности сначала и три часа потом. Затем, как проходят выборы, волонтеры следят в круглосуточном режиме. В восемь вечера, когда закрываются все избирательные участки, работа наблюдателей продолжается. Волонтеры следят за тем, чтобы нарушений не было и в ночное время. Ночью за порядком на участках по камерам следят уже не студенты, а члены общественного штаба. Политологи, социологи и просто активные граждане дежурят по два человека. К онлайн-трансляции в Хабаровском крае подключены 58% стационарных участков. Но к ним приписано 80% избирателей. Происходящее на остальных участках фиксируют видеорегистраторы. Ульяна Крамаренко, Сергей Демьяненко, Телеканал Губерния.